Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Персифона Прозерпина, греческая богиня до эринского происхождения, которую называли также Корой, то есть Девой. Впоследствии Персифона стала считаться дочерью Зевса и Диметры. История о том, как Дит Плутонаид похитил Персифону, удерживая ее ежегодно по полгода или две трети года в подземном царстве, отражает периоды сельскохозяйственного цикла, а также умирания и возрождения растительной природы. В качестве царицы преисподней Персифона встречает Орфея, который впускается в Аид в поисках эвредики. О похищении Персифона Прозерпина упоминает Мильтон в четвертой книге «Потерянного рая». Не так прекрасна Энна, где цветы, сбирала Прозерпина, что была прекраснейшим цветком, который Дит похитил мрачный. В средние века легенда о Прозерпине была известна в Европе по произведению Овиде и морализированном Овиде. Эта легенда приобретает новое христианское содержание, которое подразумевает Данте, когда сравнивал с Прозерпиной свою Мотельду, девушку, встреченную им в честилище. Изображение Прозерпины, наряду с изображениями Деметра и Плутаса, часто встречается на римских саркофагах. Образ Прозерпины волновал Тернера и Рембрандта. В статуи Прозерпины входят скульптурные группы Берни и Джованни из Болонии и Франсуа Жерардона, похищение Прозерпины, которое находится в садах Версаль. В литературе образ Прозерпины обычно используется как символ смерти. Вот слова Мандельштам. В Петрополе прозрачным мы умрем, где властвует над нами Прозерпина, мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная Година, богиня моря, грозная Афина. Сними могучий каменный шелом, в Петрополе прозрачным мы умрем, здесь сооствуешь не ты, а Прозерпина. Ну вот так вкратце о Персифоне или Прозерпине, греческой богине двоелинского происхождения, которую называли также Корой, то есть Девой. Пока-пока, до свидания.